Новая Австрия по пути Австрии в Венгрию, в новом DLC на Херцу Фаерн 4. У нас тут август 1939 года, где нас атаковали немцы, а также еще неожиданно в спину вдарили итальянцы. Мы зажаты со всех основных территорий противником, и ситуация далеко не самая лучшая. Вроде бы дивизию противника мало, но это немцы, у них мощные шаблоны, и мы лишь с большими потерями смогли остановить их атаку и выйти на те рубежи, которые вы видите сейчас. В ближайшее время нам предстоит тяжелая битва с ними, нам нужно их победить до конца и забрать все их земли, ибо у нас по древу новых фокусов есть возможность как раз таки выйти в лучшее немецкое государство, где произойдет событие будущее государства Эргерцогста Австрия. То есть мы скорее всего сможем получить шанс на то, чтобы все немецкие земли стали полностью нашими. Это звучит интересно, поэтому давайте сделаем. Но сейчас по планам, конечно же, укреплять нашу армию, военных заводов очень мало, но нам нужно как можно больше пехотного снаряжения, хотя бы базовой арты и снаряги, чтобы немножко армию добавить, ибо все, что вы это видите, это почти все войска от вассалов. И они, конечно, собраны своеобразно, и надеяться на них надолго не стоит, ибо от каждой этой битвы растет их желание свобода, а для нас это не лучший вариант. В общем, нас ждет веселая битва. Усаживайтесь поудобнее, давайте стартовать. Декабрь 39-го, и давайте попробуем небольшую атаку начать. У нас очень много войск союзников скопилось, плюсом к тому наши запасы пополнились, и благодаря этому, да, мы уверенно сейчас идем в атаку. Давайте сразу же в Штутгарт здесь прорываемся, забираем его под свой контроль, продолжаем идти вперед-вперед-вперед. К Нюрмергу сейчас. Надеюсь, сможем подобраться. Здесь тоже, смотри, противника отодвигаем, и уже выходим почти к МЖНО. Здесь ВДВшники вражеские, давайте их остановим. Нашей кавалерией очень уверенно заходим с этих территорий. Здесь уже к Берлину приближаемся, но надо понимать, фронт становится шире, и для нас это тоже очень большой минус. Так как мы с вами банально рискуем растянуть сейчас нашу армию. Неплохо наша атака прошла, но она уже, видишь, почти заглохла. То есть наши следующие атаки уже не такие уверенные. Сейчас немножечко здесь завершим, и я думаю, прекратим дальше атаковать. А то все красное-красное-красное. Давайте дадим восстановиться нашей армии. Ой, кстати, что? Он серьезно отступил с территории, хорош. Давай к Берлину тогда. Ах, не дал, к сожалению, но ничего страшного. Здесь зато почти рядышком с Берлином. Давай сюда еще войдем, здесь с разных направлений атаку начнем. И просто попытаемся его тогда выбить. Да, контратаки начал. О, молодец. Вот это вообще хорошее дело, что он в контратаке пошел. Нам сейчас благодаря этому будет легче его даже отбить с территорий. И мы сейчас подойдем к Берлину, да. Все, бои за Берлин. Февраль 40-го года. Пытается, смотри, отсюда. Все, не успел. Смотри, какие тайминги. Падение Берлина, серьезный поворот. Польская армия, правда, почему-то его достигла. И в это же время лучшее немецкое государство. И мы теперь с вами. Со временем мы станем известны миру как Великая Австрийская империя. Решение постепенно интегрировать германские национальные территории. Мы станем известны как Южная Германия. То есть только часть территории мы сможем получить вот отсюда вот. Либо же мы уже и так безупречно получить политку, стапку и нейтралитет. Не, давайте Великую Австрийскую империю. Мы в итоге за 100 политки и 50 дней каждую немецкую территорию можем сделать национальной. Но не имбали. Давай. Потихонечку, потихонечку сейчас все это реализуем. Ну а немцы в это время, кстати, уже больше чем наполовину капнули. Но проблема в том, что у нас уже субъект может повысить свою свободу. Королевство Богемия, Моравия и Силезия. Ух, слишком активно мы их войсками пользуемся. Но такова цена победы. Нам ее все же надо одержать. А сейчас позвольте вас познакомить с Купикодом. Он позволит в нынешних условиях как и Steam аккаунт пополнить, так купить игру себе гифтом. Притом, само пополнение достаточно простое. Вы просто вводите свой логин, нужную вам сумму для пополнения. Не забывайте ввести мой промокод. Он снизит комиссию на 2% на пополнение и на целых 5% на покупку игр гифтом. Если что, промокод на экране и также в описании. Ну и после вы нажимаете оплатить и через время деньги уже на вашем аккаунте. Кроме пополнения вы можете игру гифтом купить. Здесь есть один уникальный раздел «Недоступный в РФ». Это те игры, которые вы не найдете в самом Steam. Но с помощью Купикода вы сможете их приобрести на свой аккаунт без особых заморочек. Ссылка на Купикод будет в описании. Там же и промокод. Заходите, радуйте себя новыми играми и также заглядывайте периодически к ним на сайт. У них часто проходят разные акции, где можно выиграть игры. Так что участвуйте, мало ли вам повезет. Все, немцы прям начинают очень активно нас атаковать, пытаясь пробить. И это хорошая возможность воспользоваться этим. Сейчас локальные контратаки делаем. А так по всему фронту вполне себе уверенно их сдерживаем. Это хорошо. О, немцы истощаются. Но, правда, даже в контратаках. Много где у нас шансов особых пока что нет. Берлин также держим. Ну и самое неприятное это итальянцы. Но они здесь так сильно истощаются, что я думаю, это не проблема. Правда, они каким-то образом меня смогли выдавить здесь. Я очень удивлен. О, я захватил его территорию, где у него завод. И похищенные результаты работы над проектом «Сирс» тяжелая гаубица 3%. Воу, прекрасненько. Теперь получается под нашим контролем институт. Да, правда у нас ученого на него нет, но давайте назначим. И можем даже начать исследование. Цепи креплений, «Сирс» тяжелую гаубицу, инженеров, огнеметные танки. Но нам только на инженерные машины хватит, либо же на войну на суше. Давайте огнеметные танчики возьмем. Пусть потихонечку исследуются. Мы видишь, как только у немцев отобрали и сразу же в свою пользу используем. Немцы явно такого не ждали, а мы их даже решили уникального завода. Начинаем вторую фазу атаки. И... да. Местами, конечно, не очень-то и уверены. Но места есть, куда можем сейчас дальше про... Атаковать хотел сказать, но нет. Ладно, все равно продолжим эту атаку с большими потерями. Но начнем атаковать дальше. Меня здесь опять выбили. Я просто не успеваю обращать даже туда внимание. Меня все убивает, выбивает и выбивает. Тут альянсы на самом деле неплохие. Они неужели стали лучше теперь воевать? Потому что до этого я от них таких успехов не замечал. В антроатаках меня здесь остановили американцы, добровольцы. Давай, у нас пехоток, оказывается, недостаточно. Ух, очень много пехотки, да, сейчас, видимо, потратим. Все, прекращаем тогда атаку. Надо немножко восстановиться. Давай на тот берег здесь проберемся, чтобы потом было полегче атаковать. И даже немножко вовнутрь зайдем. Во, хорошо. Пробрались к Франкфурту. Немного, конечно, местами рискованно, но в целом меня радует. Понемножку, понемножку немцев двигаем. И что, Берлин отбили? Не, 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 ну это непорядок. Немцы, немцы, немцы. Акститесь, вы как так? Опять Берлин заставляет меня забирать. Ну давай сделаю. По новой так по новой в Берлин войдем. Все, зашли в Берлин. Просто одного захвата было мало. Надо было воплотить еще и второй. Ой, прибывают три дивизии Советского Союза нам на поддержку. Сейчас они будут нас поддерживать в битве против итальянцев и немцев. И, кстати, что? О, налет противника. Притом, итальянцы пытаются сделать налет на Институт наземной обороны немцев. Ну, удачи, итальянцы. Портите своему же союзнику будущую ситуацию. А мы уже провели национализацию двух территорий. Смотрите, все рекруты наши. Промышленность теперь под нашим контролем. И можем даже дальше такое делать. Давай, Польша. Просим у нее вот... А, подожди, она не согласна этот регион отдать? Ну, Польша. Ну, серьезно? Ну, мой же вассал. Я не готов отдать мне землю. Ладно. Тогда нам ничего не остается. Пока национализировать дальше не могу. И, наконец-то, это случилось. 6 июля 40-го. Итальянцы напали на Грецию. Греция теперь в нашем альянсе. Но самое приятное, что они сражаются и против союзников теперь. Ух. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Пошла жара. Ура. Мы, конечно, не сможем, скорее всего, вся тогда территория забрать. Но это и не страшно. Часть земель все равно отойдет под наш контроль. И что? О, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Въезжаем сюда. Въезжаем. Сдерживай. Это ж... Это ж какая сейчас красота. Ты посмотри. Да. Мы это сделали. Хорош. Закрыли итальянскую армию тут. Тут давай так же в прорыв. Итальянцы начинают отступать. Это хороший шанс зайти на их территорию и даже сделать котлы. Армию в котлах мы уничтожим. Даже можно отделить одну дивизию отсюда. И вперед, вперед, вперед со всех направлений. Чтобы добить их и очистить наши земли. Но, правда, на основном фронте я бы не сказал, что они пока особо в атаку пошли. Лишь немножко здесь французы в Саар-Брюкен пробились и все. Но это уже хорошее дело, что немцы против союзников сражаются и мы можем жить. Итальянцы каким-то образом, смотри, в контратаку пошли. Что? Как они это могут делать? Что? Французы? Что сами не так? Британцы? Вы, серьезно, не можете Италию сдержать? Не, ну это, конечно, смех. А на основном же фронте у нас неплохо. Здесь, смотри, советы и Польша прорвалась. И нам предлагают тоже атаку запустить. Ну, давай. Даже где-то что-то успешно. Вау. На удивление, вот тут вот мы сейчас, скорее всего, котел сделаем. Да. Красиво. Несколько дивизий закроем. Давай здесь приспособленца. И продолжаем атаку. На всей, на всей линии. Потихонечку, надеясь, дальше и дальше сдвигать Германию. Кстати, знаете, что можно? Попросить право на проход? Попросить право на проход. Чтоб у нас линия фронта не ломалась, когда мы будем с ними соседничать. Ну и все. Добиваем, добиваем, идем в атаку. С потерями, конечно, не отрицаю, но оно того стоит. Надо уже, надо приближаться. Всего-навсего 50-20 процентов. В союзнике уже, видишь, 13 процентов успели на свой альянс урвать. Хотя, вроде бы, ничего не сделали. Но за такой короткий промежуток времени немножечко продвинулись. Нидерланды еще в союзники вступились. Ох. Ну для немцев это вообще сейчас будет печально. Да, они, видишь, как сразу же в атаку пошли. Просто не замечая сопротивления. Держим здесь вражескую атаку. Нам нельзя их далеко пускать. Давай, кстати, право прохода тоже возьмем. Все, здесь котел готов. Здесь забрали. Давай сразу же на север. Успеем? Да, успел. Все победные территории здесь тоже наши. И немец уже, смотри, до 10 процентов что? Чудо-оружие. У него бонусы на последнюю оборону, что ли? Экономика завоевания, 100 процентов фабрик. Внутренний круг. А я не ждал, что у него так резко капитуляция будет держаться до 10. Мощно. Значит, нам придется с немцами еще долго-долго сражаться. Но ничего. Мы все равно уже продолжаем атаку просто везде. Сейчас вот этот котел будем вместе с союзниками закрывать. Конечно, у нас потери. Притом такие очень существенные. И наша армия будет почти небоеспособной после этого конфликта. Но пока есть возможность, атакуем, атакуем, атакуем. И также национализируем земли. Чтобы потом на мирные конференции они были дешевле, во-первых. А во-вторых, мы меньше мировой напряги создали. Не хочется, чтобы нас считали мировыми агрессорами. И что? Австрийская Албания выполнила политику экономического сотрудничества? А-а-а, неплохо, неплохо. Каждый участник при этом бонус-то свои получит. То есть можно даже немножко на них оставить все это дело, и они сами исследуют все. Но давайте сами тоже продолжим дальше. Постепенно развивать это древо, чтобы выйти к интеграции. Опа, тут смотрите, как красиво. Гамбург свободный. Все. Гамбург под нашим контролем. 5% у немцев. Давай в киль. Ай-яй-яй-яй, рискованно, рискованно. Но надо, надо, надо двигать. Пусть у нас уже дивизии почти истощены. Но все равно, давай проберемся. Здесь тоже вперед, Гамбургу. Ай-яй-яй-яй-яй, ладно. Давай вот так вот обойдем. Нет, тоже задержал. Хорошо. Тогда будем просто дожимать то, что есть. Немец уже тут под килем, только под Кёйнсгером чуть-чуть. И здесь парочка территорий. Фух-фух-фух. Да, немцы явно не ждали, что небольшой конфликтик с нами выйдет вот таким вот им боком. Последняя территория, да? Да. Прям немножко до победы. И самое приятное, что вклад у нас... Ну, чуть уменьшился, но все равно еще держится. Давай в киль. В киль. Киль тоже. Все. Киль под нашим контролем и... 10-10. Любая победная территория. Одна. Либо даже несколько просто территорий таких. Все. Капитуляция немцев 15 ноября 40-го года. И теперь нам остается уничтожить только итальянцев. Которые, да, конечно, красавцы держатся. Но ничего. Ничего. Попытаемся сейчас как-нибудь их атаковать. Но вот откуда, учитывая, что здесь горы, это, конечно, ух, как неприятно. Но можно высадками, между прочим, благодаря союзников. Да, 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 давайте. Я предлагаю сейчас 6 наших дивизий взять и отправить высадкой вот сюда вот. А, у нас лимита высадок нет. У-у-у. Ну тогда нам даже высадки пока не светят. Просто переведем армию и, возможно, позовем сейчас всех наших союзников, чтобы Италию повыбивать и пойти в атаку. Призываем Югославию и пошли сразу же закроем Зару. Пытаемся прорваться здесь еще в трест и, воу, у нас это выходит. Хорош. Все, закрыли армию в котлах и прорываемся дальше, дальше, дальше. Ну, тяжеловато уже. Здесь горы все-таки, они дают о себе знать. 24 дивизии у нас еще свободные здесь, я предлагаю их на французский фронт отправить. Не знаю, что здесь творится, но тоже посмотрим на всякий случай. Может быть, что и оттуда в атаку пойдем. А тут вместе с нашими союзниками и что? Ах, Хорватия восстала. Точно, точно. Я же об этом и забыл, что если Югославия сражается против немцев, то тут Хорватия может восстать. Ну вот, здравствуй. Восстание такое неожиданное. Ну ничего, сейчас подавим. Неприятная вещь, конечно, но ладно, реализуем. Самое грустное, что потом на мирной конференции это придется забирать, и союзники смогут сюда влезть. Вот это самое неприятное. Так, Мюнхен тоже давай занационализируем. Я также национализирую Берлин. А то там слишком большой уровень повстанцев, мне не очень это нравится. Сейчас избавимся от него. Здесь тоже все закрыли, красота. И кстати, наш прорыв удается, да? Давай немного атаку подержим и вперед еще. Вперед на вынужденной атаке. Сейчас в Венецию пробьемся. Ну посмотри просто какой массированный штурм. Все. Здесь давай немножко сдержим. Вот эту армию вперед сюда. Немного расширим просто линию фронта. О, прекрасно. И кстати, отсюда можем атаковать? Тоже можем. Все, со всех направлений теперь давим бедных итальянцев. Здесь даже котел сделан. Ох, ну все, ну все. Вот это красота. Здесь эти 10 дивизий. Я не знаю, что с ними делать. Они здесь, конечно, очень хорошо засели. Ну давайте прям под вынужденной атакой. Может быть, сможем что-нибудь реализовать. А тут... Ох, пробрались на тот берег. Все, давай, 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 давай. Быстрее. Феррару в Болонью. Это ж вообще идеально. И вот эту нашу армию, которая здесь свободная. Давайте сейчас чисто на эти две провинции. И в прорыв вперед. Мы такими темпами сейчас еще и итальянцев быстро выдавим. Вообще ж прекрасно. Да, все. Мы уже, смотри, как уверенно вовнутрь заходим. Не оставляем им шансов. Давай сюда, сюда. Здесь уже войска Польши заходят. И мы сейчас делаем котел. Подожди. Делай, 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 делай. Это так. Здесь дивизия. Не страшно. И сюда. Все. Котел организован. Есть. И огнеметный танк готов. Неплохо. Все. Специю Дженову забрали. Здесь уже Ванкону сейчас прорвемся. Явно не этого ждали итальянцы. А мы, смотри, как разрываем их уверенно. Вклад при том наш увеличивается. И национализация Берлина тоже прошла. Давайте еще Гамбург не успею. Скорее всего, но все равно сделаем. И 8 миллионов. Ух, смотри, сколько промки. У нас наконец-таки военных заводов 34 штуки. Это мы сейчас еще от Италии получим. Немало промки. И вообще красота. Теперь просто надо до конца добить Италию. К счастью, у них армия маленькая. Мы уже прорываемся вовнутрь. Давайте чисто в Палермо забегаем. Здесь тоже к победным территориям. А вот эту атаку можно прекращать. Просто будем сдерживать. Австрийская Румыния уступает Бессарабию советам. Это не страшно. Мы опять же не сами решаем. А Ишка за нас решает. Ну, нам все равно конфликт с советами сейчас не нужен. Пусть это своеобразная цена. За его помощь нам. И здесь давай закотлим эту дивизию. Все. Кавалерию вперед в Палермо. Просто если, скорее всего, итальянец сейчас закрепится, то будет неудобно. И все. Муссолини, кстати, с должности минус. Вообще должны нам отдать Италию. Итальянская гражданка. Передадим ей территорию. Да. Да-да-да. Все. Это победа. Посмотрите. 50% вклад. Все. Мы победили. И самое приятное, что территория немцев такие дешевые, которые национальные для нас. А другие дорогие, да. Но мы сможем забрать с вами все. Я в это верю. Давайте потихонечку, потихонечку вся территория немцев поджимать. Еще надо не забыть нашей лассальной Югославии отдать национальные земли. Великую битву мы все-таки сами провели и победили. Теперь давайте забирать все это добро. Но нам, конечно, так легко все это не дадут. Ну да. Вы видите. Они борются за эти территории. И мне очков, скорее всего, на все не хватит. Так, хотя подожди. Хватает, да? Да-да-да-да-да. Хватает на все немецкие территории. И на Италию. Польша забрала, да? Да, молодец, Польша. Правда, там еще сейчас земель есть, за которые стоило бы побороться. И давай, наверное, это и сделаем. Выберем нашу Италию. И отдадим ей ливийские территории. Пусть под ее контролем будут. И я бы в идеале еще флот взял, но, к сожалению, не могу забрать флот, так как у меня выхода к морю не было до этой мирной конференции. Так, тут союзники, да, борются? Да, не страшно. Продолжаем и... Ох, кажется, Ливию придется отдавать. Да, она, конечно, хорошая, но дополнительные очки тратит. Я лучше за территорию немцев посражаюсь. 448. 300 почти, эх. Все. Хорошо, что отказался от Ливии, потому что 19 очков мне бы не хватило, чтобы здесь посражаться еще. А так, мы с вами всю Германию забрали. Подтверждаем. Выходим. 11 февраля 41 года и... Эм... Что? П-п-п-п-почему? Нет! Нет, советы! Советы в это время напали. Ох! Да вы издеваетесь! Один конфликт только закончился. Сейчас еще один. Да я ж не готов. Максимально не готов. Ладно. 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 Собираем все, что у нас есть, и вперед на линию фронта. Вот так вот, конечно, неожиданно случилось. Турцию бы призвал, но Турцию, мне кажется, продают вообще без проблем. Болгарию можно, у нее могут высадиться. Ну давай, Болгарию к себе. Италию к себе. Югославию, конечно же. Венгрию. Да, вот так вот. Я только хотел порадоваться победе. А игра подкинула нам другое веселье. Сражаться теперь с еще одной великой державой, при том, которая намного сложнее Германии. Конечно, мои союзники пока их сдерживают, но это ненадолго. И самое неприятное... Ох! Сколько там войска. Скажите, что делают? А вы не можете быстрее как-то передвигаться, нет? А, там битвы идут. Тогда давай вот так вот. Порой бывает, что не очень быстро идет армия, поэтому давайте переправим ее просто поближе к фронту, а там они уже разберутся сами. Ну, вроде как оборону выдержали. Ух! Но сейчас проблема в том, что еще Советы начнут высадки делать. Нам сейчас политку надо тратить на национализацию этих территорий всех. Да, весело. Вот если что, наши центральные державы. Но вот в такой неудобный момент на нас еще и залетели Советы. Ну, логично. Мы все-таки для них своеобразная угроза. Надо быть с нами аккуратнее. И смотрите, решение. Как только немцы, все их территории станут нашими национальными, мы станем Великой Австрийской империей. О! Вы спрашивали, где Великая Австрийская империя? Вот она. Мы скоро ее сделаем. Ну и не обольщаемся. Советы неплохо все-таки нас атакуют. И мы, конечно, держимся, но в контратаку я бы пока не стал идти. Хотя, с другой стороны, показывает, что у них армии истощены. И за атак как раз на нас. Может быть и стоит пойти в контратаку. Но это так рискованно. Просто реально у них войска-то... Да ладно, не, не истощены. Вон, посмотри, сколько дивизий. Не-не-не-не-не. Мы тут одной-двумя дивизиями держимся. Нам лучше сейчас не рисковать. Просто пока стоим и обороняемся. Можно, конечно, призвать еще и Румынию, но... Что-то у меня такое ощущение, что это выйдет нам же боком. Но давай. Хотя, подожди, атака такая хорошая. А, это еще войска, наверное, союзников помогают. Да. И здесь. Румыния, Болгария. Все армии стоят, но ничего особо не делают. Болгария, кстати, сражаешься. Да, и она, видимо... А нет, она Турцию не призвала, кстати. Турция молодец. Она не рискует пока сюда идти. И все. Все атаки, видишь, красные стали почти. Ну, то, о чем я и говорил. У нас пока шансов особых прорываться здесь и нет. Хотя, вот это вот выглядит интересно. Если сможем здесь под червонцами сделать котел, то 12 дивизий почти закроем. Это, конечно, существенно. Но вопрос выйдет ли. Давай продолжим атаковать. Сдерживать здесь армию. И да. Все. Котел готов. Опа. Небольшая первая победа. Здесь, кстати, даже немножко по побережью продвигаемся. Забирая под свой контроль Прибалтику. Но... Хм. Надо аккуратнее, видишь? Вот то, чего я боялся. Он уверенно сейчас атакует. И может даже котел здесь делать. И, видимо, это новая механика именно вассала Австро-Венгрия. Они не могут повышать свой уровень. Хотя, не, вроде нет ограничения. Но они уже давно-давно могут уйти в марионетки. Но они этого не делают. И это, на самом деле, плюс для нас с вами. Мы можем продолжать использовать их армию. И не бояться на этот счет. А советы, кстати, уже полмиллиона солдат потеряли. Вы говорили, что они стали лучше сражаться, да? Угу. Что-то как-то ишка за советов. Все такое же. А мы в это время продолжаем национализацию проводить. И, думаю, через несколько лет все эти земли постепенно станут нашими национальными. В итоге, пока на нас периодически атакуют, я начинаю собирать свою армию. Пока шаблон у нас из пехоты. Артиллерия, рейнджеров и саперки. В это время в экспериментальных комплексах я беру военные инженерные машины. И будем наращивать уже собственную армию. Все-таки миллион шестьсот тысяч у нас есть. Надо переходить на своих солдат. И самое еще приятное к этому, это улучшенные способы производства. Мы можем выйти теперь в созвание Рейстага. Политическую власть получить. И взять потом тысячелетнюю федерацию. Настало время вновь созвать Рейстаг. Будущее федерации под нашим началом должно быть всем предельно ясно. Мы восстанавливаем империю. Пора приступить к исполнению этого начинания. Конечно же. А в это время очень классно. Наши союзники постепенно укрепляют другие показатели. И вы посмотрите сколько мы уже имеем бонусов. Ух. И при том, это все будет продолжаться, раскачиваться и дальше. Хорошо так-то иметь кучу вассалов, которые вместе с тобой укрепляют сотрудничество. Вплоть даже до имперских гусаров. Больше населения. Атака кавалерии. Дальше можно ее еще качнуть и современный корпус. То есть тут даже упор на кавалерию имеет смысл. Теперь мы официально называемся Австро-Венгрей. Флаг сменили. И у нас новый модификатор. На постепенную интеграцию. А где он, кстати? Подожди. А, все. Это другим участникам добавится. Не нам. И они теперь будут ежедневно просто в автономии минус 0,5 получать. Все. Прекрасно. То есть самый главный фокус отсюда мы взяли. Остальные фокусы можно оставить пока на вассалов. А самим продолжить раскачиваться дальше. Крестовый поход против коммунистов. Против большевиков. Но они уже и сами на нас напали, поэтому смысла в этом особого нет. Давайте лучше продолжим укреплять нашу армию. Ой, кстати, грустно. Японцы на голландскую стындию напали. А значит сейчас добровольцы британцев, да, уйдут. Британцы вступают в альянс с американцами. И нам будет чуть-чуть посложнее. Правда, мы не будем грустить. Мы лучше пойдем в атаку. И вы посмотрите просто как хорошо. Это все-таки сказывается то, что у нас 440 дивизий на весь альянс. Против где-то 300 советских. И благодаря этому мы, конечно, можем их прорвать не очень долго. Но хотя бы локально, периодически, понемножку, понемножечку это делаем. Правда, зимой, я думаю, атаковать не лучшая идея, но выбора нет. Продолжим это дело. Плюсом к этому еще пока мы атакуем здесь, у Турции больше шансов удержаться на Кавказе. А то как-то не хочется, чтобы они потеряли там все плацдармы, которые забрали. В то время как, воу, под Данцигом, смотри, какая жара. Фух. Это надо сейчас прикрыть или союзники сами справятся? Я думаю, сами справятся. О, посмотрите-ка сюда. Как интересно здесь сейчас выходят. Под Одессой. Если мы сможем, то это превратим в котел. Который надо, правда, будет что дожать. Но я надеюсь, что да, они здесь преимущество держат на воде, и конвои будут топить итальянцы-красавцы. Воу, 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 февраль 42-го. Под Гомель прорываемся. Здесь тоже котел делаем. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Все-таки научные битвы с немцами мы уже сейчас себя показываем получше. И это хорошо. Да, здесь тоже союзники котел сделали. И здесь Турция держится. А вот здесь, правда, неприятно. Они все дальше и дальше расширяются. Вот называется, понадейся на союзничков. Ага, придется самому сейчас нашу новую армию, которая обучается отправить туда на поддержку. В марте 42-го закрываем. Смотри, сколько дивизий под Одессой. Ух, 2 миллиона потерь уже у Советов. Меньше 300 дивизий. Здесь итальянцы. Смотри, под Керчь как высадились хорошо. Здесь тоже Турция вроде как держится. Ну и мы продолжаем нашу атаку на все линии фронта. На удивление, кстати, выстку закрыть не можем. Да, на всем фронте давимся, а здесь выстка никак не закроется. Хотя, не, ладно, понемножечку начинаем это делать. Вот, но не очень много дивизий сюда свели. С одной стороны, вроде бы хорошо и логично меня отвлечь. Но с другой стороны, используя они эти 30-40 дивизий, на основном фронте могли бы атаку сдержать. И не допустить очень много котлов, которые вышли в итоге. Так что это как-то рискованно с их стороны было. В итоге мы сейчас и высадку закроем. И здесь уже уверенно, смотри как пробрались. По большей части это все так же войска моих вассалов, поэтому их независимость, как ты видишь, растет, растет и растет. Но, к счастью, они вроде как режим не меняют. Но вот скорее всего в Венгрии его сменят. У меня почему-то есть такое подозрение, когда растет. Сейчас как раз и проверим. И у нас тут еще строительные мощи свободные, поэтому я запланировал Центр Ядерных Исследований, Институт Военно-Морской Техники, два Института Аэродинамики. Давай еще один на корабли, наверное. Можем себе позволить. И еще один на технику. Чтобы у нас активно шла застройка, как раз и мы могли заниматься спецпроектами. А по национализации территории нам осталось еще немножко. Я надеюсь, за эту серию мы успеем все занационализировать. Да, Венгрия смогла повысить независимость до колонии. Все-таки это так и работает. Пока они, видимо, вассалы именно нашей Австро-Венгрии, они держатся. А как только они уже становятся другого режима, они могут получать свободу. Поэтому с Венгрией, конечно, придется весело. Май 42-го, посмотрите, просто. Почти все атаки зеленые. Бои уже в Сталинград идут. Где, кстати, тяжеловато, но, 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 шанс вроде как есть. Давай со всех направлений. Да, 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 да. Давай еще с этого направления. Все, сейчас еще узел и здесь будет. Давай ленд-лизики в это время к Москве приближаемся, к Ленинграду. Но советы, конечно, еще держатся. Хотя до капитуляции, до 39 процентов. А что так плохо? А, у них стабильность всего минус 20. Поддержки войны нет. Сталин, Ежов минусы отдают. Состояние конфликта. Заговор с Троцким еще непонятен. То есть мы уже в скором времени их победим? Ну, нам серьезно сейчас Москву взять? Прорваться к Ленинграду? И это, скорее всего, будет победа. Здесь еще котлы. Давай к Астрахани. Вау. Не, ну тогда мы продолжим наш бой. Я просто хотел немножко остановиться и пополнить свои запасы. Но раз такая возможность, то продолжим атаку. Закроем как раз сейчас их под боку, скорее всего. Здесь через Астрахани уже пробились, сдерживая армию. Все, красота. Это тоже сейчас будет в котле. И да. Видимо, из-за того, что советы на нас сами напали, а не обороны и конфликт был, уже все. Им чуть-чуть. 8 процентов до победы. 8. Это же буквально, да. Можно либо Москву, либо Ленинград. Тут зависимости от того, куда мы быстрее проберемся. А можно, наверное, даже и без них обойтись. Взяв ту же самую горькую. Казань. Давай вперед нашу армию. Отправим тогда. Советы уже здесь оборону не могут держать. Поэтому вперед-вперед на прорыв. Здесь тоже давай в горький на прорыв. У них, видишь, армия без снабжения. Так, сдерживает нас немножко. Добровольцев, давай сюда. Постоим чуть-чуть. Давай на ту сторону. Здесь сейчас попридержим в битве. И, наверное, пустят нас в Казань. Не, в Ленинград не можем войти. Битва за Москву началась. Но здесь прям тяжело. Оборона все-таки четвертого уровня. Давай еще вперед в атаку. Ну и остается. Эх, 6 процентов. Вообще, Баку тоже можно как вариант. Но я думаю, там союзники справятся. Мы пока туда не будем отвлекаться. Лучше давайте сделаем ученых. Нанять нового ученого. На ядерку как раз. А, не, подожди. Это не на ядерку. Это вот сюда вот. А, политки. Эх, политку надо потратить. Ну надо, надо. Берем. И на авиацию тоже нового ученого берем. Выбор у нас, конечно, максимально огромный. Просто стандартный. Без даже особых бонусов. Но у нас теперь есть ученые. Небольшие заготовочки на будущее. Сейчас еще физические исследования подойдут. И начнем ядерку исследовать. Сможем ли этом 42-го победить или нет? Да, сможем. Все, Москву захватили. 31 июля 42-го. С ночь. С 31 июля на 1 августа. Победа. 72% вклада у нас, 27% у Польши. То есть все, наше будет. У Турции даже особого вклада нет. Я не особо представляю, как тут мириться. Ну, разве что только надавать все Румынию, навыделять крупных вассалов. Давайте так. Притом мне еще писали, что если за Австрию и Украину вассальный сделать, что там что-то интересное. Давайте проверим. Но я не уверен, по этому лету пути или по альтернативному, где там восстановление страны надо было выбирать. Но давайте все равно глянем. Все, мирная конференция подходит к концу. Сейчас игра немножко прифигеет от такого расклада, но 1 августа 42-го. Украинская гетменщина. Да, гетмену руля, но влияния вроде как уникальных механик, к сожалению, здесь нет. Также Беларусь выделила. Она, кстати, никак не меняется, но вроде как новый лидер, смотри-ка. Островский здесь есть. Вроде его раньше не было, но могу ошибаться. И немножко вассалов здесь. Просто австро-венгерская Эстония, Латвия и Литва. Ну и подвассальная австро-венгерская Россия и Великое Монгольское Княжество. Мы одержали победу, не поверите, но мы разгромили за эту серию до конца ось, а также разобрались с атакой Советского Союза. Вот они теперь великие, мощные, сильные, центральные державы. Нам еще 400 политической власти, и мы сможем прожать Великую Австрийскую Империю. Давайте я доделаю это под конец данного ролика, чтобы все-таки заценить это дело. И то, как изменится название, а может быть и флаг нашей державы. Ноябрь 42-го, падение Токио. Не хотите? Американцы уже захватывают японцев. Не, ну а союзники молодцы. Япония в Китае ничего не смогла, Филиппина даже еще не забрала. У Франции территория, естественно, никак не смогла потребовать, потому что французы не капитулировали. А все уже. Американцы заимели плацдаром, и это просто дело времени, когда они все заберут до конца. Армия у них предостаточная, японцы притом отличены на Кита, и это, конечно, весело. Ну, значит, будут мощные союзники. Я специально без фокуса сижу, и благодаря этому мне прирост по 3 единицы политки в день, и нам остается всего пару территорий занационализировать. Все, март 43-го, и давайте провозгласим идеологию Великой Австрийской Империи. Еще 30 дней подождать. Давайте, последний день. И мы Великая Австрийская Империя. Обратно возвращаем флаг на Австрию, и название меняем. Все, больше нам ничего это особо не дает. Решение лишь выполняем, и теперь можем, как и до этого, просто восстановить Австро-Венгерскую Империю, как только присоединим всех фасалов. Но это будет не быстрый, кроме того, еще и политки надо немало, чтобы это до конца доделать. Но даже несмотря на то, что мы Австро-Венгрию не объединили, мы заменили немцев, у нас уже очень хорошая промышленность, ресурсная база, и, конечно же, контроль немалой части этого игрового мира. По фокусам мы все главное заценили, единственное осталось создать саму Австро-Венгрию. Поэтому у меня тут к вам вопрос, будете ли вы ждать следующей третьей части, и нужно ли ее делать, чтобы покончательно еще разобраться с союзниками, а то че это так? Два Великих Альянса победили, а союзников еще нет. И заодно, конечно, сделать Австро-Венгрию. Наконец-таки объединиться со своими вассалами, дабы сделать то, что как бы было нашей стартовой целью. Правда, попутно, пока мы к ней шли, воплотили все остальное. Так что дайте знать в комментах, а заодно поддержите этот ролик своим лайком. Залетайте в телегу, там оповещение о роликах, мемчике и живое общение. А также, если вдруг пропустили первую часть, то она сейчас будет у вас на экране. Зацените, чтобы понять, как мы до этого дошли. До скорых встреч.